всем привет это 32 часть видео прохождения игры fallout невада на максимальном уровне сложности игры и боя без загрузок то есть без смертей прошлым видео мы наконец-то собрали силовую броню медведь вот она как вы помните я говорил что здесь силовая броня не столь ультимативно как fallout и 2 к примеру силовая броня анклава да даже как fallout и 1 потому что fallout и 1 видов оружия было поменьше мощных поэтому нам она конечно поможет но все равно нужно быть очень аккуратным особенно свете того что играем и рукопашником еще и восприятие у него достаточно низкая а значит враги могут делать два хода подряд так ну что ж я подготовил список что мы должны сделать сегодня дело в том что наконец-то мы имеем все нужные нам навыки параметры единственно вот я еще не знаю нужно ли мне все-таки прокачивать тяжелое оружие еще есть время подумать под миниган а если нужно то что прокачать кражу или азартные игры кража даст возможность хотя кажется можно и нокаутом обойтись я сказать что кража даст возможность что-то украсть из уникальных стволов к примеру тот же шериф слс оклей сити с ним нужно что-то решать но кажется после того как мы съездим на поезде он изменится местоположение там есть возможность нокаутировать а азартные игры используется по моему в одном или двух мини квестах даже не не уверен что это квесты потому что не помню записываются ли они поэтому у кого какое мнение пожалуйста в комментариях пишите так ну давайте выполнять квест значит у нас квест по моему там энкодер нужно застать дает его директор завода по производству рад колы так что мы хотим спросить какое будет следующее задание один караванщик решил поживиться за счет наших проблем мы договорились с ним что он раздобудет для нас энкодер взамен сломанного цену мы с делили заранее 300 баксов теперь же когда у караванщика на руках есть эта деталь он заламывает цену в тысячи наглость этого караванщика нет предела с каждым днем он увеличивает цену а перекупить энкодер в другом месте мы не можем шериф же решил не вмешиваться в этот бизнес конфликт поэтому я предлагаю вам сделку раздобудьте энкодер любым удобным для вас способом а я выкуплю его по нормальной цене 300 баксов тем самым мы решим сразу несколько проблем я получу деталь по умеренной цене вы заработаете а караванщик будет наказана свою жадность звучит неплохо где искать караванщика замечательно караванщик снимает комнату в отеле шестая пуля кстати интересный момент принципе он как бизнесмен должен понимать что если товар уникален у него по любому будет расти цена есть конечно мелкий налет нечестности у караванщика если действительно был этот договор на 300 баксов до этого то есть он нарушает его но с другой стороны уверен что директор сам часто это делал и вообще странно для завода монополиста с таким доходом жадничать из-за несчастных 1000 баксов примеру у нас в реальности часто выкупают и т фирмы тот же самый skype когда-то был начинающим проектом и выкупил у microsoft и там сильно не торгуется потому что те деньги которые может запросить владелец такого мелкого проекта для него конечно не огромный а для таких гигантов это ничто и часто и густо intel amd миром где вы купили эти все вот проекты которые могут будущем принести большой доход выкупает и себе бывает даже выкупает себе не знаю что с ним делать просто чтобы были на будущее так вот такой вот у нас отклонение темы смотрим да 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 и я забыл видео будет конечно затягивается из-за этого тогда w работает с миноискателем в принципе естественно я уже интернете вычитал все действительно нужные нычки с миноискателем которые можно найти но с другой стороны как-то нечестно будет получаться и я считаю что все же нужно стараться найти все возможные нычки наверное здесь их и нет кстати они брать только те которые действительно выгодны в реальности конечно же мы ходили бы с миноискателем везде где только можно и искали все что плохо лежит так действительно наверно нет на этой локации ничего интересного ага здесь можно пройти давайте раз я уже начал жалко конечно времени но просто если кто-то будет смотреть пола от невады из зрителей кто в нее не играл то сможет увидеть все места где что-то спрятано а не только те которых весь интернет гудит имеется ввиду с вещами тем же самым дут ним который мы скоро возьмем так ну что ж отправляемся мы караванщику да кстати нужно еще карельсину сбегать уже я думаю у нас хватит сил с ним справиться у него первый ход очередь из панкорд джакамера конечно это жестко но в силовой брони я думаю тоже не проблема так бизнес центр ну и чтобы не забыть давайте здесь быстренько вот 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 что-то хочет найти нашими тайсками мины мины искателям кстати у нас уже есть такая штука мы такую выкопали рядом с байкерами battle mount там вроде множество числа до боевые горы получается так видео вижу 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 пробежал не ту сторону значит противоположно кстати вот мне не нравится что эти второстепенные места где что-то спрятано настолько плохие вещи там лежат то есть все же хоть немного они были бы покруче понятно что нельзя везде прятать силовые кассеты но все же я думаю что находить пачку сигарет или вот такой ржавый нож это как-то дешево за эти усилия ну вот 25 баксов хотя тяжело найти эту золотую середину конечно если везде раскладывать какие-нибудь пистолеты и тому подобное то можно жить полностью смена искателя что повлияет на сложность игры особенно в свете того что фокс ввел здесь возможность вообще не получить оружие врага то есть оно может сломаться вот кстати чуть не забыл обязательно проверяем на наличие кровавой мэри есть у тебя такое есть хорошо что возобновляется запас кровавой мэри надо же так мало стоит цепь странно ну да ладно так зачем эти орехи хотя нужны но кажется я себе уже наделал и антиродина и супер стимпаки у меня в автомобиле уже большой запас так а здесь что то может быть вдоль стены как это было где это было нюрина наверно там похожая улица там где рисовал на стене мальчики тоже так какую сторону должен идти правильно спасибо тому кто подсказал что здесь есть до 44 бакса что здесь есть клавиша w намного легче конечно бегать и ее нажимать чем мышку переводить на миноискатель и щелкать по нему о граната вот вот такие вот находки имеют смысл потому что можно продать и что-то купить и при этом они по-настоящему не изменят баланс в игре так давайте сразу же квест выполним благо у меня прокачаны все навыки в том числе красноречие так понимаю сейчас сыграет красть нам не придется вот можно красить у него этот энкодер а мы у него его выпросим да чего тебе говорят у тебя есть энкодер который нужен заводу ядер коны есть такой продам за тысячу но ведь завод договаривается договаривался за 300 а мне плевать что там рассчитывали на заводе я владею вещью и я ее приобрел значит не решать вопрос о цене и пусть на заводе радуется если я не подниму ее еще на пять сотен в ближайшую неделю это все понятно но тебе стоит вернуться к начальной цене если не хочешь совсем лишиться возможности заработать да неужели назови мне хотя бы один довод почему я должен снизить цены для огромного завода с огромным доходом кстати я с ним согласен конечно поступает некрасиво но не думаю что завод монополист не сделал бы то же самое точнее все эти заводы и корпорации так и делают не зря выдумали эти антимонопольные кабинеты ой комитеты я давно веду торговый бизнес в неваде за это время пришлось повидать много ты хочешь рисковать рискуй мое дело предупредить тебя по дружески как караванщик караванщика а ведь ты прав я надеялся вытащить из них больше денег но чем больше я держу деталь тем быстрее они найдут ей замену ладно твоя речь меня образумила я согласен вернуться к цене 300 баксов возьми свои 300 баксов и отдавай энкодер да неужели это что-то неправильное со скриптом такого предложения он уже говорить не должен ах да раз я уже здесь сразу же выполню еще один квест отправлю машиниста я к поезду к электропоезду так он может отправляться в любой момент главное заплатить а да я понял отправить его можно после того как я бортовой компьютер вставлю в этот самый поиск я его еще не ставил кстати здесь что-то еще может быть думаю что вряд ли не очень часто бывает такое что что-то спрятано внутри зданий ну карточка электронный ключ мы находили в бункере да не помню что еще но что-то еще было это мелочь кузатая посмотрите действительно много этих всяких мест где можно что-то найти но слишком часто это такая мелочь что она даже не стоит этих усилий но в свете того что я не встречал в интернете полный о металлолом стоит того чтобы его найти не встречал в интернете полный список всех этих вещей кроме особо важных то почему бы не показать о посмотрите кравовую мэри нашли интересно как по крышечке может а здесь же я понял здесь такое допущение как ультразвуковой сканер как будто мы можем теперь найти не только по магнитному сигналу но и по эхо от ультразвука хотя даже если это возможно вряд ли большая глубина такого обнаружения так что я что я хотел энкодер я имею да давайте мы его сдадим металлолом положим сюда кровавую мэри с собой носить не нужно кстати нужно уже и заняться продажей лишних вещей так 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 где завод ядер колы вот он отдаем энкодер энкодер у меня прекрасно как мы договор как мы договаривались 300 баксов теперь ваши это было плевое дело у вас есть еще задания боюсь вам придется отправиться в командировку если конечно вы хотите заработать расскажите подробнее чтобы наше предприятие работало эффективно нам нужно восстановить некоторую автоматику главной проблемой является программируемый логический контроллер с остальными наши специалисты могут справиться но хороших программистов salt lake на моем веку никогда и не было вам нужно найти такого специалиста в другом городе и починить эту вещь очень ответственное задание справитесь кстати интересный момент откуда вообще здесь программисты могут взяться поверьте чтобы был программист нужна большая материальная база нужны ученые институты университеты то есть должны развивать этот язык должны ему учить здесь могут быть программистом разве что гуль какой-нибудь который прожил сотни лет и еще был так сказать программистом до войны а обычные же люди вряд ли где-то могли бы научиться и явно если он даже какую-то книжку и по ней там чему-то научится то не настолько он станет экспертом чтобы такие вещи программировать то есть здесь нас конечно отошлют к байкерам но опять же не видне не думаю я что байкер что-то сможет программировать тем более он здесь как обычный сталкер то есть это как наш черный какой-нибудь копатель будет разбираться но я не знаю в механизме к примеру найдет шифровальную машину Enigma да немецкая была так я берусь за эту работу тогда сходи к нашему главному техникуму в здании по соседству он объяснит детали задания я возмещу вам расходы после того как дело будет сделано да и вот вам билет на дилижанс это может пригодиться хорошо отправляемся к технику вот кстати я еще не получил перк за кражу рад колы потому что еще не знаю буду ли я кражу прокачивать если буду то конечно же нужно получить после прокачки кражи эти несчастные там по моему пять процентов но в принципе в любом случае это будет ясно уже когда я буду готов к отправке из СЛС на электропоезде поэтому я в любой момент смогу этот перк получить а к тому моменту я уже буду знать будет у меня очки на кражу или нет хотя кража в принципе здесь не нужна потому что при любом значении кражи есть шанс что вас а стоп что я говорю это же не вада здесь можно попыток делать сколько хочешь ну только у фракции по моему нельзя красить то есть имеется ввиду что НПС забывают в классике такое почти нигде невозможно поэтому раз вас посчитали вором и вы уже в эту локацию не зайдете без того чтобы вас не начали атаковать а здесь можно пытаться так ну давайте говори уже чего там так директор дал задание починить мне какой-то ПЛК а ну да мне уже сообщили вот возьми это сложная штука никто из наших не разбирается в программировании а тут нужен именно такой опыт как это починить ну тебе виднее ведь тебе за это платят хех но вообще то есть несколько вариантов первый это техник в Лас-Вегасе о котором нам рассказывали караванщики далее байкеры эти ребята на старой технике просто двинуты ну а если у тебя есть нужные навыки то считай весь гонорар твой если что верстак есть в здании напротив офиса расскажи подробнее об этом устройстве зачем оно нужно программируемый логический контроллер он нужен для автоматизации управления разной техникой представь мы можем подключить к нему сразу все конвейеры сервоприводы манипуляторы датчики наливные экраны и все все что нужно для самостоятельной работы завода людям останется только ходить между станками и следить чтобы не было чрезвычайных происшествий а разве это не означает что часть штата рабочих окажется не нужна ах ты говоришь как тот занудный аптекарь конечно директор сможет уволить нескольких разгильдяев но не половину же даже автоматизированному станку нужен контроль и уход для этого и нужны люди в наше время в технике мало доверия так насчет техника вегасе кто он караванщики рассказывали на дамбе гувера в вегасе работает парень с талантом на всякую электронику если так то это тот кто сможет починить контроллер а ну да помню мы его уже обокрали даже и улучшили у него силой кассет так все ясно иду выполнять задание ну и вот она вдогонку говорит опять же о том что никому не рассказывайте про ПЛК потому что люди будут против они останутся без работы и расскажет о аптекаре то есть если вот в диалоге как я вы не нашли хотя не знаю может просто речи не хватает короче если вы сами не нашли информацию о том что не все так хорошо с установкой ПЛК то тогда он вам в спину скажет что можно задание не выполнять ну так как мы ведем хорошую линию то действительно я надеюсь это повлияет на хорошую концовку то ПЛК я не буду устанавливать на заводе а пойдем к аптекарю и заодно и узнаем более подробно почему он против этого так восстановление ПЛК начать изготовление отлично значит починить ПЛК выполнил энкодер выполнил так кровавую мэри купил в принципе зачем мне кровавой мэри сейчас вспомним а у меня есть книжки с натурализмом и нужно понизить выносливость кровавой мэри хотя это уже не имеет смысла вообще натуралист это такое умение которого хватает 95% выше в принципе не нужно но с другой стороны чтобы книги зря не читать пустую или просто не носить зря то вот можно все таки и прочитать их под ломкой от кровавой мэри так на чем мы остановились ах да пора нам отправляться к аптекарю кстати сразу полечусь уверен там есть инфекция облучение точно есть а кстати давайте я отдам по моему поднимется репутация и сразу же цены понизится по идее все остальное я выполняю кое какую работу для завода колы и мне говорили что с вами лучше это не обсуждать почему так грустно усмехается у меня и различных активистов были конфликты с руководством завода хотя бы потому что из-за жидких отходов завода и без того загубленная природа в городе становится еще более губительной эта проблема касается всех жителей Солт-Лейка так вот в чем дело а что за работа вы выполняете для завода мне нужно восстановить работу контроллера который автоматизирует технику в цеху о боже надеюсь вы не собираетесь выполнить этот контракт а что так если завод восстановит автоматику это будет плохо для всех кроме жалкой горски руководства этого предприятия сейчас там много делается вручную а если конвейер заработает без рук человека то часть рабочих окажется на улице к тому же это сильно увеличит скорость работы цеха значит что завод станет еще больше загрязнять горы своими отходами хм какая странная ирония без завода городу плохо а с заводом тоже как-то не очень а что вы можете предложить а дайте мне этот контроллер я уничтожу его а взамен заплачу 350 баксов я больше не могу предложить зато вы сделаете благое дело а заводу от этого хуже точно не станет ну и раз мы уже боролись за чистоту и экологию отдали что там было водный фильтр не помню как он как назывался деталь караванчике нам отдали то давайте продолжим делать доброе дело в ущерб себе ладно забирайте это устройство пусть денег меньше зато сэкономлю на тратах и буду чувствовать себя добрее немногие пожертвуют возможным заработком ради благополучия чужого города спасибо пожалуйста ну так оно и есть кстати особенно в таком жестком мире пост ядерном там доброта конечно не котируется мне требуется лечение цена не упала кстати насколько я помню ладно лечение от инфекции лечение от облучения и давайте что-нибудь купим так кстати давайте от брони избавимся на реально много весит есть не тут всякие ингредиенты интересные нам могут пригодиться хотя по-настоящему это все уже не нужно но почему бы и нет а у тебя еще и наркотики есть ну давайте будем выкупать у него все наркотики кстати ну ладно дезинфекция может пригодиться хотя у меня по-моему есть рецепты которые без нее входят да вот не помню кто из них по-моему антикурейщик да дает защиту против физ урона ладно заберу какая разница потом продам если что для последнего боя может пригодиться заодно кстати проверю будет ли восстанавливаться ассортимент наркотиков у доктора что-то что-то мне подсказывает что нет фокс вел такую интересную особенность так что еще взять что-то мелкое не тяжелое и чтобы сумму добить по-моему щипцы тоже стоит нормально прекрасно кстати здесь я тоже еще не побегал давайте побегаю так то что дает так кстати все говорят почему не пользуюсь фильтром действительно почему нет так я уже не помню короче ладно все равно мне не сейчас принимать эти препараты поэтому неважно давайте скину все что мне не нужно так 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 а что мне не нужно да вот это можно на продажу на продажу на продажу журнал затесался и и весит что-то нет ингредиенты можно спокойно носить с собой кстати у меня полно уже ингредиентов о а вокс весит явно мне не нужно с собой столько носить отлично противоядие мне хватит пока одной бутылки мясо на всякий случай после он тоже весит но будем пока с собой носить так хорошо кстати забыл я а нет по моему я уже починил компьютер для поезда поэтому давайте мы поговорим пойдем с библеофилом кстати интересно как отреагирует директор завода закрылся квест про да закрылся так ну и давайте поговорим теперь я могу выполнить квест с разговором библеофилом для этого надо конечно красноречие было иметь так приветствую вас в моем скромном жилище диагон бы посмеялся на тему скромного жилища ага о философе будем рассуждать ха молодой человек если вы бы лучше изучили исторические сведения о нем то поняли бы что скромное жилище диагена было вполне адекватным для условий его жизни природа климат общества но диагон но диаген жив в бочке по другим причинам это был протест и самовыражение да кстати тоже не понял даже если это античные времена античная история бочка явно не является удобным местом жительства ну да но к чему вы клоните к тому что не надо принижать себя когда вы довольно неплохо живете составляя полноценную активную часть населения города да я сам да я самый нищий в этом городе ну вот опять о ну хорошо сделаем поправку и скажем что я самый нищий среди активной части населения то есть вы считаете что бродяги на улицах не часть города определенно не часть город больше а нищие на улицах его только порочат но нищие это результат жизнедеятельности города их породил город и он же их поглотит если ситуация в городе станет лучше только на уровне вредных выбросов как дым из заводской трубы это уже не часть завода значит и нищие не часть завода это нелепо почему вам не кажется что если часть целого становится чем-то большими самостоятельно то она перестает быть частью а значит становится чем-то единым но и другое единое для которого она уже не является частью не зависит от него ух какая-то автология да вы правы но мы только что узнали что на протяжении нескольких часов вы проводите с библиофилом концептуальный разговор целого на части и частей целое и таким образом целое становясь частью меньшего продолжает быть целым одновременно являясь частью целого как другое целое остается частью этого целого прекрасный вывод я вижу дедукции во мне травмы о да приятно было с вами поспорить до свидания так 750 очков опыта и я вычеркиваю этот вс дальше наконец-то мы ах подождите наконец-то мы сможем использовать вторые таблетки от сердца или для сердца связи с тем что у нас есть автомобиль тоже интересно получается то есть таблетки ему нужны но отдаст он только тогда когда у нас будет автомобиль и поэтому он может нам дать кстати надо избавиться от этого всего по-моему у меня есть сложные отмычки а это какие-то легкие и только если у нас есть автомобиль он нам даст книгу по его улучшению так с недавнего времени я владею личным автомобилем у вас найдется что-нибудь на эту тему о очень интересно ведь рабочие автомобили сейчас огромная редкость то что найдется каталог Chrysler's Motors это очень толстый журнал со множеством статей и полезных советов но за такой раритет я возьму особую цену это какую же? да я все о том же сердечные пилюли ну вы понимаете вам повезло у меня как раз есть баночка такого лекарства давайте меняться спасибо что не дали помереть пожалуйста так ну и все больше квестов нет о городе уже я читал в каком-то предыдущем видео а еще получили 50 очков оплаты это конечно зря прощелкал хотя с другой стороны там ничего по тексту нет но вот мы можем спросить о Прово вот да это старая история жители Прово были чем-то вроде довоенного куклу с клана шериф использовал их нетерпимость и экстремист чтобы избавиться от неугодных а когда дела наладились он избавился и от них с тех пор эти реднеки ненавидели город и его жители считают нас продажными в итоге они стали заниматься бандитизмом к ним стали бежать разные преступники в поисках прибежища понятно так хорошо книга есть есть насколько я помню для того чтобы воспользоваться книгой нужно нужно иметь в инвентаре да вот и читаем так 250 очков опыта статьи об автомобилях Chryslus Motors оказались очень полезны вы снизили нагрузку на автомобиль благодаря чему немного увеличили его скорость и предел веса багажа увеличили багажник и стали ездить быстрее круто так и ждет нас забег так как не жалко времени но раз уже игру я исследую досконально выжимая все что можно из нее то стоит и побегать немного в поисках чего-то интересного с миноискателем так 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 и где 3 гекса 2 1 пуск зажигалка кстати очень интересно что она здесь находится дело в том что зажигалка может пригодиться для квеста на в локации депо то есть я думаю специально здесь поставили чтобы если все зажигалки были проданы или утащены из города в другой город то у вас еще был шанс найти зажигалку миноискателем что интересно действительно я зажигалку забрал там же зажигалка одна валялась в депо рядом с местом где можно было использовать ее в принципе так почти во всех рпг играх то есть нужная вещь если она не сюжетная лежит где-то рядом и это хорошо кстати подождите а я же не взломал эти двери правда но мне нечего там брать я уже все забрал а опыт разве что мне пригодился в принципе у меня уже медвежатник есть поэтому двери мне тоже не очень интересует закрытые что здесь ох еще металлолом сможем мы наделать игл если все будет хорошо я же еще собираюсь у шерифа выбить гаусс ружье хотя зачем оно мне нужно но опять же чтобы было попробуем воспользоваться нокаутом кстати из этих вот будущих нокаутов я не могу прокачаться например сейчас я получу уровень скоро и оказывается смертельный удар в отличии от снайпера можно взять даже вот на этом уровне то есть я мог бы взять и уже быть имбой рукопашником даже без улучшенных критических смешно звучит улучшенные критические дни вот но в таком случае про нокауты стоит забыть потому что я буду убивать своих жертв ограбления поэтому пока не будем выбирать этот перк благо есть возможность его спокойно отложить и да кстати можно квасть взять у шерифа на прово так мне нужно сказать вам что-то важное шериф мне нужна серьезная работа но вы поняли о чем я есть кое-что что я сам не в состоянии сделать но вы тем более шериф я много повидал за время своих скитаний я выпутывался из самых разных передряг могу попробовать и вам помочь я так понял у меня уровня наверное не хватает поэтому приходится использовать красноречие чтобы выбить это задание ну да выглядишь ты достаточно круто не знаю как насчет всего остального что ж тут тебе решать если сдохни что на меня не сердись вот и отлично что там за проблема которую надо решить сначала немного истории чтобы вы знали в какую дыру суете нос когда-то от Солклейки шла гражданская война и на ее фоне процветал преступный мир это было тяжелое время для города тогда я решил не церемониться с ублюдками примерный круг виновных людей мне был известен я взял с собой отряд решительных парней и мы совершили рейд по всем злачным местам пленники раскололись и выдали своих подельников иногда оказывается полезнее перегнуть палку мы собрали банду на площади на всеобщее обозрение город хорошо выучил этот урок самые грязные подонки повисели на перекладине трое суток провисели на перекладине трое суток те же кто был замешан в темных делишках но не заслужили смерти были изгнаны из города затем о них долго не вспоминали до недавнего времени что же они натворили теперь мы про них уже забыть успели лишь иногда нам напоминали о смертях по дороге на юг последние пару лет опрова говорят все чаще особенно про нападения на караванщиков и путников иногда эти нападения не имеют смысла мне кажется они мстят нам значит они здесь не появляются они попросту боятся здесь появляться но видимо и заниматься земледелием им наскучило банда периодически совершает небольшие налеты и грабежи по окраинам города но есть тип который стоит всей этой шайки кто он? Гэри Гилмор послужной список этого преступника с той разнообразной что диву даешься для меня очевидно что у него не все в порядке с головой он заслужил смерть как никто другой но для меня важно чтобы жители видели его смерть и что же мешает полтора десятка головорезов в незнакомых нам руинах прово где всюду расставлены ловушки мы потеряем многих людей если сунемся туда одному проскочить гораздо легче но мы люди нужны мне здесь поэтому я давно ищу наемника достаточно смелого и опытного чтобы если уже не привести Гилмором живьем то хотя бы доставить его голову серьезное предложение наверное и оплата серьезная для нашего города 3000 за одну голову это серьезный гонорар за живого преступника я заплачу в два раза больше советую не торопиться и хорошенько все обдумать сперва оцените ситуацию а потом уже принимайте решение договорились я выполню это задание так возьму его потому что опять же репутация вырастет и хотя мне торговать уже смысла нет но все равно если буду что-то покупать заезжать в город будет дешевле по идее что там дальше значит машину апгрейд сделали ингредиенты у доктора купили полечились ну если я уже здесь хожу почему бы мне не сходить в депо так тут интересный момент автомобиль не перемещается в ту локацию поэтому стоит взять компьютер с собой иначе он останется в автомобиле так готово вот я сажусь в автомобиль отправляясь депо но появляемся мы без автомобиля хорошо так теперь долго и нудно добираться до ангара с электричкой да кстати вот посмотрите здесь я оставил сейф потому что за его взлом дают деньги ой извиняюсь опыт плюс я думал что мне не хватит замков чтобы получить медвежатника нет это не так есть у нас уже так а это что такое вот просто невезение 710 баксов и лекарства так а почему было невезение мне даже интересно взлом взлом 105 ничего себе и с отмычками мы с трудом взломали сложный замок получается так опять же взломал сейф вычеркиваю и нужно добраться нам до последней электрички была такая песня во времена СССР Зрители в возрасте я думаю ее помнят что-то там по шпалам вновь по шпалам так да здесь я все обчистил а здесь была зажигалка ставим установить исправный бортовой компьютер есть оценить обстановку запустить поезд и вот он говорит что нет у нас машиниста давайте еще разберемся с этим препятствия кстати интересно здесь можно препятствия имеется ввиду имеется ввиду с воротами разобраться до того как у нас появился машинист потому что обычно когда пытаясь запустить и уже есть машинист пишется что поезд не может выбить двери или не рисковать ну давайте рискнем я надеюсь здесь учли возможность того что сначала мы открываем дверь а потом ищем машиниста так что нам нужно ремонт включили так это терминал предназначен для управления подъемным краном ангара однако ваши попытки как-то повлиять на кран с его помощью оказывается тщетно видно где-то в электрической цепи ангара есть разрыв видите подсказали нам что разрыв в ангаре ну вот провода вижу я только здесь так а почему ага видим вероятно провода перерезали посередине но интересно что руки нет то есть достаточно проблематично догадаться не читая внимательной диалоги так и теперь мы пытаемся с помощью крана передвинуть бочки с горючим к воротам передвинули вот видите и вот опять же на бочке смотрим написано что они легковоспламеняющиеся по-моему там где-то еще должен быть текст что от любого выстрела не могут взорваться ну ладно у нас есть зажигалка и наконец-то ее можно использовать в этой игре по назначению так подожгли читайте обязательно диалоги в консоли написано что скоро будет взрыв отбегите хотя не факт может здесь скрипт работает взрывов тогда когда вы отбежите если будете стоять ничего не случится так ну что ж остался только машинист правильно да в таком случае по дороге в Прово мы сейчас забежим в отель 6 пуль и пригласим машиниста кстати нужно зайти к торговцам может на что-то променяю вещи которые у меня так кстати установили компьютер хорошо вот автомобиль остался здесь так что если вы переместитесь локации не можете найти автомобиль не переживайте он просто ждет вас здесь так обновился ассортимент или нет нет ну в принципе время наверное прошло мало так и нам на площадь возрождения ой я же на ней уже был а мне нужно бизнес-центр да кстати торговцы что торговцы могут предложить насколько я помню ничего ничего а могу деньги если есть деньги могу переводить потихоньку в деньги все тоже вариант но зачем носить с собой кстати фок сказал что в этой дубинке свойство нокаут но мне кажется имеется ввиду не нокаут а сбитие с ног то есть как и у кувалды а не возможность с большим шансом оглушить как я подумал так что неважно есть батарейки и они мне явно более важны и нужны чем все то что я имею как для автомобиля а все вот это цены а кстати я же сказал что цены может быть понизиться после выполнения какого-то шерифа так что торговать будем позже Вообще-то надо, но у тебя этого нет. Да, у тебя много чего нет. Радуйся хотя бы тому, что есть. И в то время живем, чтобы товар на изобилие требовать. Ну да, но мне казалось, в таком большом городе ассортимент должен быть во много раз разнообразнее, чем в поселениях. Что-то ты не договариваешь. Ну не то, чтобы секрет. Просто обычно никто не разбирается, откуда у нас товары, насколько тяжело его раздобыть. Тебе-то что до этого? Видишь ли, я тоже периодически занимаюсь бизнесом, торгуя в разных городах, поэтому мне интересен местный рынок. Хм, ты вызываешь доверие. Ладно, слушай, Salt Lake City был уничтожен в 2077 году 13 ядерными взрывами. Почти вся северная половина города была выжжена. Добавь к этому смутное время и антисанитарию. И будет прекрасная картинка нашего нынешнего положения. Вещи изношены, заводы разрушены, медикаменты использованы, но с другой стороны, от старого города нам осталось много техники. Не читай Вегасу Лерина. У них там города с другим промыслом, а нам это на руку. Караваны привозят технику на починку или закупают какие-то детали, а в обмен привозят медикаменты и прочие важные для жизни вещи. А как же мародеры? Неужели из северных руин ничего не пытаются вынести? Мародеры? Наверное, ты говоришь о старателях. Мы их так обычно называем. Ну да, точка зрения. Кому шпион, кому разведчик. Но шериф их не любит. Он строго-настрого запрещает, кому упало ходить в северную часть города, а тех, кто осмеливается, наказывают довольно жестоко, в том числе позорными столбами, штрафами и даже краткосрочной каторгой. Правда, это не единственный приз. Старатели чаще приходится иметь дело с людьми из Денвера. Ты хоть проверяешь вещи, которые тебе несут? Ну, разумеется. Так, расскажи про Денвер. Этому городу тоже не повезло. Он тоже был частично разрушен и тоже сохранил в своих недрах довоенные богатства. Разница в том, что в Денвере их куда больше, чем здесь. Эти-то богатства местные старатели пытаются найти. Насколько я знаю, у них там целые войны ведутся за владение отдельными районами. Периодически оттуда идут караваны с неплохой ношей, но иногда она оказывается заражена радиацией или находится в таком состоянии, что еще нужно немного поработать над зачисткой и отладкой. В любом случае, это лучше, чем возвращаться в средневековье с палками и ножами. Почему шериф запрещает такой приз в руинах Солк-Лейка? Он говорит, что это опасно и что любая вещь оттуда может оказаться зараженной радиацией или какой-нибудь смертельной инфекцией. Скажу тебе, как есть. Такое действительно случалось, хотя и не часто. Но я думаю, он больше боится, чтобы кто-нибудь не отыскал что-то особенное. Что-то из армейского прошлого Солк-Лейт-Сити. Здесь ведь была большая военная база на севере. Ее-то и бомбили 70 лет назад. Ну вот, узнали интересную информацию. Пока не забыл, отправлю машиниста на поезд. Ах да, кажется, я возле поезда забыл побегать с минноискателем. Так, собирайся, отправляйся на станцию. Я помню договор на тебе 1000 баксов. Отлично. И пора, наверное, в Прово. Так, минноискатель в эту руку. И вот так. Так, подожди. Не нужен мне кузов, в смысле багажник. Отправляемся в район Прово. Тут, кстати, тоже есть, что искать минноискателем. Я скажу, время уже, конечно, жалко тратить на все это. Ладно, все же я не буду все подряд искать. Вот тут интересная находка. Точнее, может, в следующем видео я же буду еще защищать. Где ж ты? Есть. И нашли мы что? А нашли мы противопехотную мину. Так, ну и самая интересная находка, о которой есть информация в интернете, конечно же. Уникальное оружие. Я о нем в комментариях говорил. А именно, пистолет Дутинь. Кстати, очень интересный скрин. Наверное, Фокс добавил. Не такой он был. Дутинь. Гражданский плазменный пистолет для самозащиты. Работает от аккумулятора, которого хватает лишь на 4 выстрела. Минимальная сила 1. Осталось 4-4 заряда. Чем он крут? Этот пистолет на выстрел использует еще меньше очков действия, чем Гаусс пистолет даже. То есть не 4, а 3. Если взять, у меня еще нет этого перка, скорострельность, минус 1 АД, можно будет прицельно стрелять за 3 АД. А если вы взяли еще в начале игры стрельба на скидку, то есть бесприцельную, ковбойскую особенность, тогда вы вообще можете стрелять этот пистолет за 1 АД. Единственное, что, конечно, при его не кокушном уроне ковбой получится у вас только если будет шанс крыта высок. А это значит, что нужно ждать снайпера. А снайпера получить здесь очень тяжело. Нужно качаться на когтях смерти. Но в таком случае у вас получится 8 выстрелов с перезарядкой за 10 АД в туловище и со снайпером. То есть пистолет встает не безделушкой, а реально крутым оружием. Кому интересно, знайте, пробуйте, используйте. Ну, кто, конечно, билд ковбоя будет прокачивать. И, кстати, даже без стрельбы на скидку за 3 АД прицельный выстрел тоже очень круто. Это 3 выстрела можно сделать, прицельный в глаз. В таком случае можно даже без снайпера обойтись. В глазном плюс 60 и взять 3, плюс 5 процентов криту, чемоданчик. То есть у вас будет там около 80 крит. То есть реально будет почти постоянный крит в глаза. Единственное, не стоит брать особенность точность, потому что, как вы видели, урон никакой у этого пистолета, а еще минус 30 процентов. В таком случае вообще вся надежда у вас будет только на спецэффект от крита мгновенная смерть, а урона убить почти никому не получится. Ну и не думаю, что эти 10 процентов криту столь важны. Так, вот, Гилмор находится здесь. Вот это он. Единственное, что, если я правильно помню, здесь нужно иметь 22 уровень, если вы хотите просто, так сказать, подавить его своей крутостью. Или аж 110 процентов красноречия. Красноречия у нас, уровня у меня нет, и 22 уровень это не скоро будет. Красноречия у нас в 100, но мы можем принять 2 конфетки и получим свой 110 процентов красноречия своей. Где эти конфетки? Раз, два. Проверяем. 110. Пытаемся убедить. Так, 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 посмотрите, что тут у нас. Ищешь неприятности, а? Ну так ты по адресу. Власть у шерифа Солт-Лейка ты приговорен к повешению. Тебе есть что сказать в оправдании? Да, черт возьми, мне есть что сказать, что шериф старый кусок дерьма, а ты, а по существу дело. Эти никчемные люди сами были виноваты. Я только помог городу, очистив его от грязи. На что звезда тому шишкарю в городе не хватает духа? Звезда тому? Ты про шерифа? Я тебе что, библиотека? Да, про шерифа. Я так понимаю, ты наворотил каких-то бед в городе? Хочешь знать? Хорошо, я расскажу. Ни один сукин сын меня не хочет выслушать, а уж понять тем более. Но все, что мне было нужно, это немного человеческого тепла. И что же, вся жизнь для меня прошла в мучениях из-за чужой глупости. Так что я решил им всем отомстить, а заодно избавить мир от лишних людей. И поэтому ты пошел на насилие? Насилие? Нет, они недолго мучились. У меня еще остались в душе человеческие задатки и честь. Чего нельзя сказать о них? По сути сам, меня бы в Солт-Лейк никто так легко не убил. Сначала бы пытали целый день, а значит я сделал им большое удолжение. Надо же, бандита говорит о чести. А что? Да как ты смеешь? Да я, я, начинает истеритик торчить рожи. Ты представляешь, каково это резать горло сукину сыну или вытягивать тонкую кишку через пупок? Это невеносимо. Каждый раз в конце у меня случается припадок. Я больше так не могу. Выпустить бы тебе потроха прямо здесь, но в городе не поверят. Ты пойдешь со мной и тебя повесят прилюдно. Прилюдно? Значит обо мне еще долго будут помнить, верно? Да, я пойду и сдохну, как они все хотят. И это сделаешь ты. Пошли сок лейк. Кусок говна. О, уровень получили, о чем я и говорил. Посмотрите. На букву S. не понял. Что-то не то. А, я понял, что не то. Я понял. Я же конфет нажрал, что у меня сейчас отходняк. Нужно от них избавиться. В смысле от отходняка избавиться. Так, ну давайте мы пока зайдем к шерифу. Поэтому перка нет. Видно, каких-то не хватает параметров. Ну что там с Гилмором? Когда суд будет? Ублюдок получит свое, но не сразу. Мы еще должны допросить его по очень многим вопросам. Потом проведем его по улицам города, чтобы все видели, чем заканчивают такие, как он. Понятно. Отличная работа. Многие бы позавидовали такой хватке. Ну что же. Вы не просто потрудились. Вы спасли многих потенциальных жертв этого маньяка. За такое не жаль двойного гонорара. Держите. Вручаю 6 тысяч. Рад стараться, шериф. Так, ну давай следующее задание мне. Шериф, раз уж мы разобрались с тем маньяком, может у вас есть еще для меня задание? Считаешься я настолько крутым? Или тебе просто нравится забирать чужую жизнь за звонкую монету? Ладно, это уже не мое дело. Я готов заплатить за каждую голову жителя прово. И даже не думай меня обмануть. В картотеке сохранилось досье на каждого из них с фотографиями и подробным описанием. Ясно. Что же я подумаю над вашим предложением? До встречи. Ну, кстати, видите, он ни слов не обмолвился о том, что когда-то с ними якшался, то есть использовал их для захвата власти, а теперь хочет избавиться от них, как отработанного материала моими руками. Но об этом нам рассказал библиофил. Поэтому мы в курсе этой ситуации. И вот интересно... А, я вспомнил, почему там такие страшные цены у торговцев. Я же их обокрал, и они продают все в два раза дороже. Пока понятно. Так, что мы сделали? Машиниста отправил, вычеркиваю. Бандита с живьем привели, вычеркиваю. Дутель нашли, вычеркиваю. Так, а, да-да-да, убери оружие, я понял. Что дальше? Вот, кстати, труп гюмора. Сколь веревочки не веются, не вейся. А свяжется петля для бандитов. Так, и, кстати, автомобиль остался. Видите, как скрип не учитывает того, что я прибыл на автомобиль. Подождите, я сразу же подготовлюсь к неприятной встрече. Придется впрово смотаться и забрать автомобиль. Да, я уже привык летать. Вот, кстати, действие конфеток прекратилось. Пикнул пип-бой. Так, убивать я их пока не хочу. Так, уникальное оружие заберем. А это все можно продать. Хорошо, и что? Можно с Харальдсоном разобраться. Там, правда, будет маленькая проблемка. Я все не утащу. Ну, ладно, давайте будем разбираться с ним. Помните, нам о нем рассказал торговец? Так, тут мины. Мины можно найти с помощью металлоискателя, чтобы в них не вступить. Отлично. Ну, и идемте знакомиться с Харальдсоном. Так, вот где-то капканы. Интересно, они что-то стоят? А, их еще нужно... Не хочу. Да, их нужно диверсией отключать, если можно так сказать. Обезвреживать, да? Это неинтересно. Так, ну и вот. Осматриваясь из-за укрытия, вы встречаетесь взглядом с гулем, одетым в поношенный рабочий комбинезон с эмблемой ядер-кола. Завиди вас, он тут же хватается за оружие, но вы вовремя исчезаете в тени. Эй, ты, хапуга, выходи по-хорошему, может быть, тогда твоя смерть будет тихой и быстрой, хотя не могу обещать. Не торопи события, красавчик. Так, Харрельсон, верно? А, чего ты там бормочешь, мелюзга вороватая? Знаю я ваши приемчики, не вздумай меня одурачить, иначе смерть твоя будет особенно мучительной. Не думал услышать разумную речь от старого гуля. Как же ты до этой жизни докатился? Я расскажу тебе, когда поймаю и посажу в клетку. Я таких, как ты, уже несколько десятков изловил. Все лезли ко мне, хотели моих вещичек захапать. Но мои ловушки не для этого расставлены. А ты... Разве не за этим суда явился? Я здесь, чтобы остановить твои безумства. Кто тут безумный? Ты лезешь под дуло, заранее зная, чем все кончится. А я, я защищаю свое жилище. Может, ты и защитил свои пожитки, но ценой жизни обычных старателей совесть не мучает? Совесть? Я этого слова уже лет 70 не слышал. Она не спасла никого из тех, кто загнулся от ядерных взрывов. С тех пор я забыл, что значит совесть. Ядерных взрывов? Так ты был свидетелем Великой войны? Люди получили по заслугам, когда я развозил бутылки, меня никто за человека не признавал. Только когда я выезжал за пределы большого города, мне удавалось найти покой в своей машине. Когда я увидел вспышки, меня посетила радость. Мне казалось, что я остался один на свете, пока не появились такие же ублюдки, как ты. И они рвались ко мне, хотели забрать припасы, хотели убить меня. Нет, совесть не может мучить за убийство животных, а все люди животные. Я думаю, тебе просто не везло с людьми. От этого ты обозлился на весь мир. Пауза. Лучше заткнись и выйди из укрытия. Мое прошлое скоро перестанет тебя волновать. Я уже сказал, люди животные, они недостойны называться людьми. А расскажи-ка, откуда у тебя самого все эти вещи? Уж не из трупов ли насобирал? Небольшая... Небольшая мзда за причиненные мне неудобства. Это справедливо. Так вот, зачем все эти жертвы своим затворничеством и кровавыми расправами ты только привлекаешь больше внимания? Все думают, что у тебя несметные богатства. Про меня такая слава? Я ожидал что-то подобное. Вы, животные, сбегаетесь на запах денег, как мухи на гнилое мясо. Разве я не прав? И если прихлопнуть муху, разве миру от этого станет хуже? А не слишком ли много слов для существа, потерявшего человеческое обличие? О, ты не единственный вор, с которым не довелось пообщаться, но мне приятнее вести беседы, когда повышает голос. Ты в клетке со споротыми кишками. Жестоко. Знаешь, ты прикидываешься добреньким сукиным сыном, но стоит тебя прижать к стенке с острым лезвием и у горла, и о чем же ты запоешь? А, да я помню эту бласть еще до войны. Вся ваша суть вылезет наружу, стоит только схватить за глотку. И поверь, она воняет ничем не лучик у скачиваяського говна. Хм, как знать, может быть, в моей сути больше содержательности. Так выходи из укрытия, и мы проверим. Не ты первый, не ты последний. Впрочем, ты мне нравишься. С тобой я растяну беседу подольше, чем обычно. Так, вот еще фразу не говорил. Оригинальное сравнение, но старатели лишь искали способ выжить в наше время, в нашем мире. У тебя еще хватает смелости говорить об этом обезьянам. Это так похоже на животных. Они отбирают жизнь у своих же сородиц, чтобы прокормить свою собственную. Ну да, такое время, такой мир. Вспоминаю что-то из своего личного прошлого. Резко повышает голос. Но до войны было то же самое. Людей не убивали, как сейчас, но гнобили в школе, издевались в армии. Внутри у людей ничего не изменилось. Алшность и самолюбие. Ты говоришь об этом, но сам разве действуешь иначе? Заткнись, заткнись, не надоел твой бред. Выйди уже из укрытия и встреть свою участь воровской отродье. Так, ладно. Попытаться бежать. По-моему, зависит от ловкости или вы сможете увернуться от выстрела. Я не смог, но это не страшно. И у него очень много жизней. И мне кажется, лучший вариант это бить его в руки. Оружие у него двуручное. Надеюсь на то, что рука будет сломана. Ой, я нечаянно перезарядился. Это я, конечно, зря. Вот так можно и умереть. Ну, тогда нанесем тебе два обычных удара. Ты гаденыш. Так, не повезло. Руку не сломали, но с другой стороны и он нас не убил. Отлично. И здесь очень много добра. Тот же панкхор Джекхаммер. Мы, конечно, им пользоваться не будем. У нас нет для этого умений. Будем мазать. И давайте освободим пленника Харальдсона. Кто это? Так. Говорит, что он плохо себя чувствует, долго не протянет и просит подлечить его симулятором. Где-то у нас есть симуляторы. Что такое? Вот. Одного не хватило. Надо же. Спасибо, друг. Вернусь в город. Всем расскажу о том, кто меня спас. О, это еще повышение репутации. Как ты сюда попал? Я безработный житель Султ-Лейка. Когда лишился работы, братья Квок посоветовали сходить сюда. Говорили, что здесь живет немощный старик с неплохими пожитками. И я повелся. Ухода попал в ловушку. Вот Харальдсон меня и загреб в эту пещеру. Ну, кстати, пошел к немощному старику и действительно за богатством. Вряд ли бы он у старика это богатство отрабатывал. А именно хотел отобрать. Так что, не столь уже не прав, Харальдсон. Что с тобой сделал Харальдсон? С ним было чертовски жутко. Вроде бы он ничего такого не делал, но нервы щекотал так, что я чуть с ума не сошел. Иногда он садился напротив с каменным спокойствием и пытался извести мои сущности. Ну и сукинь же, он сын прямо в душу заглянул. Плюнул туда и растоптал. Как же здорово, что он сдох. Что ты знаешь о Харальдсоне? Этого подонка уже лет сто. Он еще ядерную войну пережил. О себе он мало говорил. Да и не спрашивал я. Мне важнее было как бы отсюда выбраться. Так, ну и мы узнаем, что сюда тоже его послали братья Коки, как и нас. Так, наверное, на этом буду завершать видео. Дело в том, что здесь полно добра и все это нужно будет перетаскать в автомобиль. Да, действительно. Поэтому этим я уже займусь в следующем видео. Надеюсь, вам понравилось видео после долгого перерыва. А в следующем видео мы будем перетаскивать добро, зачищать Прово. Кстати, там есть вариант выполнить плохие квесты. Главарь Прово может попросить убить шерифа и сделать диверсию на заводе. Но убить шерифа точно не вариант, потому что плохая концовка в городе. А вот про завод я не знаю. Хотя уже наверное нет смысла. Было бы прикольно, чтобы можно было этот ПЛК отдать на завод, а потом сделать диверсию в итоге все при своих. Но думаю, что так не сработает. Поэтому отпишитесь, есть ли смысл делать эти плохие квесты, не повлияет ли это на концовку и на отношения в городе. Хотя, скорее всего, так как я иду за хорошего героя, я, конечно, этого делать не буду. Ну что ж, спасибо всем, кто смотрел сегодняшнее видео. Желаю вам всего наилучшего. Пока!